Привет, дорогие друзья! Сегодня страшный день не только для жителей Перми, но и для жителей России, да и для жителей нормальных людей всего постсоветского пространства и всех тех, кто следил за этой ужасной ситуацией. Мое мнение, я высказал в соцсетях, я считаю, что необходимо что-то делать с разрешительной системой однозначно в Российской Федерации. Это факт. Потому что то, как планируются эти преступления, то, как какие-то отбросы, которые, как всегда, непонятые, девочки не любят и так далее, решают стать известными, убивая ни в чем не повинных детей. Ну, что-то с этим надо делать, да? И психиатр, мне кажется, не должен просто измерять психическое состояние, дотронуться до кончика носа, да произнести слово задом наперед. Мне кажется, что с этим надо делать, ну, однозначно, у всех свои мнения, может быть, у кого-то какое-то другое мнение. Дети не могут защититься от таких ублюдков, от таких уродов самостоятельно, да? Поэтому что-то надо с этим делать однозначно. А тенденция абсолютно ужасающая. Я уже не говорю о суицидах, которые происходят там под песню запрещенную. Я наблюдаю за тем, как ребята там 18 лет лишают самих себя жизни, слушая такую песенку и сбрасываясь с балконов. Я себя вспоминаю, 18 лет мне 10 раз казалось, что жизнь уже кончена и так далее, и закончена. Просто ужасные, короче, вещи. Ну, смотрите, для некоторых ужасные, а для кое-каких ублюдков каждый день, когда русских становится меньше, это хороший день. Это тот самый Сергей Стерненко. Ну, и здесь комментарии, причем, что его не поняли, типа, я надеюсь, это не касается нападения на детей в Перми. Это перебор, пишут, ну, да. Очень уважаю Стерненко, однако это too much, потому что можно еще понять про военных, но вот здесь вот националистов все больше будет отождествлять с нацистами и фашистами и так далее. И я должен сказать, это на самом деле его страница, то есть тут нет никаких историй в том плане, что это кто-то там написал за него, это какой-то фотошоп, этот дегенерат просто порадовался убийству ни в чем не повинных детей в Перми. И я должен передать большой привет тем структурам, американским структурам, да, отдельным там средствам массовой информации, которые продолжают утверждать, что вот это вот, это просто активист, который там критиковал власть, правда сейчас не критикуют, что-то не очень, да, наверное, после созвонов с Зеленским. Я должен большой передать привет, да, и вы выдаёте откровенных ублюдков, вы находите самое худшее, самое худшее в моей стране и пытаетесь это как-то поднять, обелить, отмыть от крови и так далее. Я думаю, что вот этот вот, вот конкретно этот, получит свою награду уже на земле, ну, они, вот, они сами вот этим приближают для себя ужасающие вещи, а потом начинают пасть, раздевать, а что же случилось, а за что мне это? Потому что это уже просто перебор, я думаю, что должен стать нерукопожатым любой, кто вот с этим вот имеет какое-то дело. Но это я говорю про нормальных людей, да, а есть ненормальные, для которых на самом деле смерти ни в чём не повинны. Вы заметите одну вещь, ещё порассуждаю чуть-чуть, да, вот этот вот, он только воняет там, Донбасс, Донбасс, он сам отпетлял от войны, он отпетлял. Но представьте, вот если бы вот такое вот чучело отправить туда, оно, конечно, трусливое, но в отношении мирных жителей, как по-вашему, что бы он делал? А его остановило бы, что этот мирный житель, это ребёнок, к примеру? Ладно, выводы, ТМЧС, Временно-следственная комиссия, есть уже по Вагнеровцам, есть, сегодня посмотрел. Я зачитаю этот попередний выясновок, опрацованный членом ТМЧС, потом за потребами я говорю на ваше питание, добре? Марьяночка Безула решает зачитать. До этого она уже зачитала, но там было, ну, в том стиле, что солнце горячее, небо голубое и так далее. Но нас интересует конкретика. Ермак продал информацию по Вагнеровцам или не продал? О, они подтвердили. Они подтвердили, что СБУ с 2014 года проводила деятельность по выявлению наёмников на Донбассе. Ну, это уже, как бы, немножко так, знаете, так уже разведнелось немного, уже становится всё понятно. Такое документование не потребовало политического поводжения, не перерывалося жодным политическим решением и включало в себя разные элементы оперативной игры. Всё, убрали отсюда политиков сразу, президентов там и так далее. Никто этим не руководил. Это чисто деятельность украинских спецслужб. Окей. За попереднюю информацию, что отримана ТСК, есть представа вважать, что спецслужбы Российской Федерации могли отследовать частину захода спецслужб и развития Украины в работе с документами и начали свою контргруппу. Спецслужбы Российской Федерации, которые, понятно, хуже действуют, чем украинские, но всё же могли отследить деятельность по СБУ, которая отслеживала деятельность боевиков и использовали эту информацию для контр-игры против СБУ. Следующая фраза, вот, слушайтесь. Використовывая активные заходы Украины в межах оперативной игры, как прикрытие для своих активных заходов против Украины. Они использовали оперативные действия украинских спецслужб для прикрытия своих оперативных действий против Украины. Если вы переслушаете это 16 раз, возможно, до вас дойдёт. Я переслушал 14, до меня не дошло. Может, не хватило, знаете, двух раз. Они прикрывали свои действия, используя действия украинских спецслужб. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. ТСК установила, что спецслужбы России позволили вывезти с территории России на территории Беларуси 33 найманцев. И что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как вагнеревцы-найманцы были затриманы в Беларуси. Итак, Временная следственная комиссия установила, что Россия разрешила выезд 32 вагнеровцев. Каким образом они это установили? Ну, конечно, разведка. Наверное, разведка внедрилась куда-то там, куда-то там внедрилась и выяснила, что Россия. Или, скорее всего, кто-то просто своими умозаключениями до этого дошёл, да. Но самое главное, что они установили, что документы на экстрадицию Украина подготовила после того, как их там задержали. А для этого нужно было создавать Временную следственную комиссию с депутатами, для того, чтобы выяснить, когда были подготовлены документы по экстрадиции этих вагнеровцев. Вы что, с ума там посходили или что? За попереднюю информацию, темчасово изничею комиссии, с момента затриманья найманцев, спецслужбы России переформатировали свои активные заходы и начали дезинформационную спецоперацию против Украины. Так, когда вагнеровцев уже задержали, спецслужбы России переформатировали свои активные действия в дезинформацию против Украины. То есть, спецслужбы России намеренно отправили 32 вагнеровцев этих, чтобы их задержали, чтобы начать дезинформационную игру против Украины. А в чём она должна была заключаться? А, наверное, это они запустили информацию о том, что Ермак слил эту спецоперацию. ТСК нарази собирается рекомендовать правоохранным органам в межах своих повноважений проанализовать наявные факты про дезинформационную активность России и ее скоординованность с действиями окремых субъектов в Украине. Перевожу. Те субъекты в Украине, которые посмели говорить о том, что Офис Президента слил данную операцию, они действовали вместе с российскими спецслужбами. Их следует арестовать, потому что, скорее всего, за деньги кровавого агрессора они напраслину гнали на Ермака, на честнейший Офис Президента. Вы поняли, да? ТСК теперь будет охотиться на ведьм. Кто посмел сказать, что эта операция слита? ТСК продолжает вивчать обставины, чи было затримание найманцев наследком вытоку информации, недолепил планувания, активных действий спецслужб Белоруссии, активных действий спецслужб Российской Федерации, чи комбинацию частино-зазначенных факторов. Я должен заметить, что ТСК работает уже долго. Уже достаточно давно работает, там собираются, они что-то хмурят, там лобики и так далее. И в итоге сейчас они продолжают выяснять, задержание вагнеровцев это было спецоперации России, Белоруссии, это утечка информации или что-то комбинированное. А почему тогда не проверяют, может это была спецоперация Китая или Грузии? Грузии, может быть Мозамбика. Тем не менее, работа ТСК стает все больше таемной, то же надалее оприлюднение будет в таком формате, до чего мы уже пришли, где есть подтверждение, и при этом подтверждение спецслужб. Ну, в общем, далее работа ТСК очень важной. Будет все более секретной становиться, поэтому, скорее всего, вы все меньше и меньше будете узнавать информации. Но как вы поняли что-то из того, что ТСК уже расследовала? Или немного не поняли? Ну как это вы не могли понять? Эта спецоперация была или российская, или украинская, или белорусская, или вон, республики Мозамбик. Серьезно вам говорю. Вот такая ТСК. Как вы думаете, как скоро украинцы узнают правду об этой спецоперации? Пока. Директор школы для слабовидящих детей обратил внимание на то, что тротуар по переезду находится в плохом состоянии. Здесь торчат куски арматуры. Людям здесь ходить опасно, детям в том числе, со слабым зрением. И также обратили внимание на то, что отсутствуют знаки, что здесь ходят дети с такими проблемами. Мы обратим внимание чиновникам на эту проблему. Редактор субтитров А.Семкин